Привет! Меня зовут Светлана Соловей и я стану твоим другом по чтению. Да-да, именно по чтению. Потому что я знаю очень много интересных игр и упражнений, которые помогут научиться читать тебе красиво и правильно. А еще ты сможешь стать самым быстрым читателем в своем классе. Сразу хочу тебя предупредить, что я оценок не ставлю. У меня необычная онлайн школа. Ты здесь можешь зарабатывать только звезды за те упражнения, которые будешь выполнять. Если ты готов, тогда тебе понадобится рабочая тетрадь, цветные карандаши, обычные карандаши, ну и ластик. Поехали! И первое упражнение, которое мы с тобой сделаем, мы разомнем наш мозг, для того, чтобы ему было приятно и легко учиться. Упражнение называется «Восьмерки». И оно включает кнопочки-нейрончики в нашей голове, для того, чтобы твое чтение стало более выразительным и быстрым. Для этого тебе необходимо будет вытянуть одну руку вперед. Давай начнем с правой. Так, чтобы локоть провисал. И все внимание, обрати на ноготь большого пальца. Теперь мы рисуем лежачие восьмерки. Начнем слева. Поехали! Раз, восьмерка. Два. И три. Глазками следим за своим ногтем. Теперь поменяли руку. Левая рука в правую сторону. Поехали! Раз, два, три. И закончим упражнение тем, что мы обе ручки возьмем в замочек. И тоже нарисуем лежачую восьмерку. Раз, два и три. Если у тебя получается видеть дальше, то ты можешь руки разводить немножечко дальше от себя. Второе упражнение называется «Симметричные рисунки». И рисовать мы будем прямо в воздухе. Для этого нам понадобится два указательных пальчика. Рисовать можно все, что угодно. Главное, чтобы руки делали движения одновременно. Мы можем рисовать зигзаги, можем рисовать елочки, можем облачка. Это не важно. Главное, чтобы ты смог применить всю свою фантазию. Порисуй так одну-две минутки. Нажми сейчас на паузу. Доделай упражнение и обязательно закрась свою первую звездочку. Для выразительного чтения нам понадобится умение правильно дышать. Чтобы вдох был бесшумным, а выдоха хватало на целое предложение. И для этого мы с тобой немножко потренируемся. Упражнение называется «Носик-ротик». При вдохе тебе необходимо будет пальчиком дотронуться до кончика носа. А при выдохе тебе нужно будет выдохнуть на ладошку, как будто ты пытаешься отогреть ее от мороза. Давай попробуем сделать вместе. Вдох. Постарайся, чтобы плечи твои оставались на месте. Работать должен только животик. Попробуй сделать это упражнение еще три раза. Нажми, пожалуйста, на паузу и обязательно закрась свою вторую звездочку. Третье упражнение называется «Говори как стич». Если помнишь, был такой мультфильм «Лила и стич» про смешного инопланетянина, который очень странно разговаривал. Сегодня мы попытаемся сделать что-то подобное. Для этого понадобится тебе рабочая тетрадь и таблица со слогами. Твоя задача – пальцем ввести по таблице и четко громко проговаривать каждый звук. Ну, например, «Ад», «Ан», «Ов», «Эг». Чтобы было слышно отдельно каждый звук. Поэтому рот старайся открывать пошире. А сейчас, пожалуйста, нажми на паузу, доделай упражнение и не забудь поставить себе звезду. А теперь задание на скорость и внимание. Засеки время и расставь знаки в соответствующие фигуры, как у нас на примере. В круг необходимо поставить плюс, в восьмиугольник знак «равно», а в треугольник знак «минус». Сделай задание по порядку, как нарисовано в тетради. Сейчас поставь на паузу, доделай задание до конца. Если ты справишься меньше, чем за три минуты, ты супер молодец! А теперь давай проверим, насколько ты внимательный. Тебе понадобится опять секундомер. И задача такая – как можно быстрее найти пропущенное число в таблице. Дам тебе подсказку. Последнее число – 25. Засекай время. Когда найдешь число, запиши его в серый квадрат. А теперь ставь на паузу, не забудь поставить себе звезду. Наше шестое упражнение называется «Собери слова». Ты знаешь, что у взрослых есть одна хитрость, благодаря которой они очень быстро читают. Они по первой части слова могут определить, как оно закончится. Я тебе предлагаю сегодня сделать то же самое. Найти пропавшую часть слова. Как на примере «Варе» и окончание будет «Ники». Поставь, пожалуйста, на паузу, доделай это упражнение и переходим к следующему. А для этого упражнения нам уже понадобится кто-то из взрослых. Ну, например, мама. Открой, пожалуйста, текст, который называется «Плохо». И сейчас вы будете читать вместе. Мама начинает читать красиво и выразительно. А ты тоже вслух начинаешь догонять ее. При этом ты стараешься повторить ее интонацию и выговаривать четко слова. Зачитайте текст до конца. Ответьте на вопросы. Если у тебя будут трудности с ответами, значит, попробуй найти эти ответы прямо в тексте. А сейчас нажми на паузу. Я желаю вам удачи! Ну, а мы с тобой сегодня великолепно потрудились. И пора немножко отдохнуть. Я тебе предлагаю такое простое легкое задание. Найди 7 отличий на этих картинках. Нажми на паузу, доделай до конца. Звездочка! Я тебя поздравляю! Сегодня ты заработал аж целых 8 звезд. И у тебя есть возможность заработать еще 2, если ты сделаешь небольшое домашнее задание. Попроси маму перед сном почитать с тобой 5-10 минут способом повторять за мной, который мы сегодня прошли на занятии, когда мама читала выразительно, а тебе необходимо было тоже выразительно за ней повторять. Обязательно после того, как вы прочитаете текст, обсудите его. Что же там происходило? Кто главный герой? Что произошло? Что тебе понравилось? Что не понравилось? И тогда смело заноси 10 звезд в свой дневник успеха. А мне в комментариях напиши, какое из заданий тебе понравилось больше всего. И я жду тебя на следующем уроке. Пока-пока!